Здравствуйте, меня зовут Шейнман Илья Львович, я доцент кафедры физики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета. Мы начинаем курсы олимпиадной подготовки учителей. И тема сегодняшнего занятия – перемещение и путь, средняя и среднепутевая скорость, графическое представление движения, получение максимальной информации из графиков. Давайте начнем. Для начала несколько элементарных сведений, которые будут всем знакомы, но мы попробуем использовать систему обозначения, используемых в университетах. И школьники с этой системой обозначений часто испытывают значительные трудности, просто потому что сначала в школах обучают выражениям на основе численных расчетов, алгебраические выражения встречаются с некоторым запозданием, то есть они появляются только в шестых-седьмых классах школы, но и выражения, связанные с интегральным и дифференциальным исчислением, появляются еще позднее. При этом школьники испытывают значительные трудности при переходе от числовой записи к формульной записи, к алгебраической записи вычислений, и от записи на уровне конечных приращений, конечных разностей, к записи выражений на основе интегрального и дифференциального исчисления. При поступлении в ВУЗ эти трудности резко возрастают, потому что язык университета — это алгебраическая запись и запись интегральная, дифференциальная, использование интегралов и производных. И если есть возможность вводить эти понятия с самого начала в курсе физики, это необходимо делать. В школьном курсе математики интегралы и дифференциалы и производные проходятся только в конце старших классов, в зависимости от того, какого типа школы, физмат-школы или обычная школа. Это 10-й или 11-й классы. Тем не менее, если есть возможность, ну, собственно, тем не менее, желательно вводить понятия интегралов и производных с самого начала, когда они встречаются в физике, поскольку физика, собственно, основана на языке производных и интегралов. Ну, давайте введем для начала перемещение. Значит, если положение частицы определяется радиус-вектором, каким-то R, вектор, который имеет координаты x, y, z в общем виде, даже вот так вот, вектор с координатами x, y, z, то можно ввести перемещение дельта R, дельта R, и можно ввести его как R2 плюс R1, векторная, можно ввести понятие скорости средней, B средняя, равна дельта R на дельта T, дельта R делить на дельта T, и на следующем шаге ввести аналог средней скорости, но среднюю скорость по пути. В отличие от перемещения, если мы рисуем картиночку, вот здесь, пускай у нас имеется какая-то траектория, какая-то траектория тела, и у нас есть два положения, скажем, R1 и R2. Перемещение — это вектор, равный R2 минус R1. А путь — это длина траектории, S. Можно ввести второе понятие, это средняя скорость по пути, здесь мы поставим индекс перемещения, R, и ввести понятие средняя скорость по пути, Vs, равное дельта, S на дельта, T. Считаю, что путь S отсчитывается от некого начального положения, и S представляет собой длину траектории, длину траектории от некоторого начального положения. Здесь можно тогда поставить дельта S и считать, что вот это расстояние от некоторого начала. Здесь 0, S равное 0, S1, и здесь S2. Дельта S при этом будет длина вот этого участка траектории. Средняя скорость путевая, тоже можно написать средняя, средняя, представляет собой скалярную величину, а средняя скорость по перемещению векторную величину. При стремлении дельта T к нулю, при стремлении дельта T к нулю, дельта T к нулю, то есть при уменьшении интервала времени у нас длина траектории будет стремиться к длине отрезка дельта R и модуль дельта R будет равен, я его буду обозначать в дальнейшем просто дельта R без вектора для сокращения записи, он будет равен дельта S. Дельта S. Это при выполнении условия, что дельта T стремится к нулю. Для того, чтобы обозначать малые величины, то есть те величины, которые стремятся к нулю, в физике используются, в физике и в математике используются понятия дифференциалов. DT это в точности то же самое, что дельта T стремящиеся к нулю. Вот такое обозначение. При этом мы получаем, что дельта R в данном случае будет переходить в DR равное DR и равно оно будет DS. Таким образом можно ввести понятие дифференциалов и это легко объяснить даже на уровне школьника седьмого класса. Привыкая к таким обозначениям, привыкая к таким обозначениям, в дальнейшем школьник не будет испытывать трудностей с скачкообразным переходом от записи в конечных превращениях к записи в дифференциалах, которые используются уже в дальнейшем в университете. Итак, следующим шагом является переход от конечных величин дельта и 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 дельта можно ввести мгновенную скорость в мгновенную равная дельта и дельта по дельта 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 и дельта представляет собой производную от перемещения по времени производной радиусы вектора по времени соответственно средняя скорость по пути перейдет в выражение в равно д с по дт заметьте здесь я написал в без вектора поскольку модуль вот этой величины если мы напишем в по модулю то есть без вектора то это будет D ну можно взять модуль R по DT или же DR по DT или же DS по DT таким образом скорость модуль скорости будет являться модулем мгновенной скорости по перемещению то есть если мы перейдем от средней путевой скорости к пределу то она перейдет к пределу модуля от средней скорости по перемещению ну вот эти элементарные соотношения которые наверняка всем знакомы я просто повторяю для того чтобы вы ну как бы прониклись идеей введения данных обозначений и дифференциалов с самого начала обучения в математических классах и подготовке к олимпиадам вот эти обозначения являются базовыми для того чтобы люди могли понимать каким образом им пользоваться графическим представлением скорости перемещения ну вот в частности переходы от перемещения к скорости могут быть проиллюстрированы элементарными графиками тоже наверняка всем вполне хорошо знакомы построения если у нас имеется зависимость v от t если у нас имеется зависимость сейчас секундочку простите ну давайте возьмем какую-то одну координату x одну координату x если зависимость x от t то в некоторой точке мы можем ввести приращение времени t приращение времени t здесь у нас будет дельта t здесь дельта x дельта x и тангенс угла наклона секущей секущей представляет собой отношение в данном случае проекции или дельта s на дельта t или дельта x на дельта t это будет средняя скорость альфа тангенс альфа равно v средняя v средняя по x если мы хотим перейти к мгновенной скорости мы переходим к бесконечным малым превращением то есть уменьшаем вот этот интервал времени дельта t и приближаем вот эту верхнюю точку к нижней получаем здесь касательную и здесь если я нарисую угол альфа с ноликом то тангенс альфа с ноликом альфа с ноликом есть величина модуля мгновенной скорости по x простейшее выражение которое показывает связь между графическим представлением x от t и представлением в виде производных обратный переход для обратного перехода мы воспользуемся полученным выражением и преобразуем например вот это если v равно dvx равно dx dt домножаем на dt получим что vx dt есть dx для каждого маленького интервала в левой части у нас имеется соответствующий маленький интервал в правой части vx мы сейчас считаем или будем считать постоянным движение с постоянной скоростью в общем виде здесь должно быть vx от t в общем виде vx может зависеть от t на dt dx и при такой записи мы можем просуммировать все интервалы в левой части все интервалы в правой части такое суммирование дает нам понятие интеграла интеграла если брать обычную школьную запись в обычной школьной записи вот это выражение имело бы вид имело бы вид сумма vx какое-то и t на дельта t и t равно сумма дельта x и t сумма берется по всем и по всем интервалам в котором у нас имеется данные интервалы времени ну и соответственно скорости на данных интервалах интеграл может быть двух типов определенным и неопределенным если интеграл неопределенный то он определен с точностью до константы мы в физике больше будем использовать определенные интегралы и для того чтобы прийти к графическому представлению я здесь поставлю некоторые пределы от x1 до x2 и t соответствующие этим параметрам x1 и x2 значит будет t1 до t2 интеграл это сумма сумма маленьких приращений по x есть не что иное как полное изменение x это будет x2 минус x1 если мы имеем В данном случае Vx от T, то интеграл представляет собой произведение величин dt, это бесконечно малый интервал времени, умноженный на значение Vx в данный момент времени. Произведение основания на высоту дает нам площадь под графиком, и вот таким образом можно также элементарно ввести понятие интеграла для школьников, не вводя строгое математическое определение через пределы интегральных сумм, которые сходятся сверху и снизу, ну и не используя достаточно формализованную математическую запись, которую они потом уже, если привыкнут к такому определению интеграла, к графическому определению интеграла, если они смогут привыкнуть к этому с самого начала, то есть как только они в физике появляются в классе. В принципе, можно вводить даже в седьмом классе на таком уровне, ну а можно вводить в девятом или десятом классе, в зависимости от того, какая программа в данной школе. В ряде физико-математических школ интегралы вводятся начиная с седьмого класса. В целом, ряде физико-математических школ интегралы вводятся в девятом классе. Есть школы, где появляются интегралы и использование позднее, ну, собственно, в десятом. Если брать систему учебников Мякишева, подборку учебников Мякишева, в них десятый класс, десятый класс, это механика, он начинается с механики, и в нем, в механике введены понятия мгновенной скорости, ну, соответственно, связи между перемещением путем и скоростью с помощью интегралов, они появляются в начале десятого класса. Тем не менее, если брать систематическую программу обучения, целесообразно и осмысленно, чтобы механике был посвящен весь девятый класс, с тем, чтобы на десятый класс и одиннадцатый класс уже отвести программу термодинамики и электричества, электромагнетизма. В десятом и впоследствии в одиннадцатом уже проходить переменный ток, колебания, волны, оптику, ну и так далее. Ну, давайте вернемся к этим обозначениям. Ну, вот введение интеграла таким вот образом, как площади под графиком, позволяет извлечь информацию о пути, то есть путь, это вот сумма таких маленьких прямоугольничков, то есть это площадь под графиком функции v от x. Ну, в точности то же самое можно построить для следующей производной. Если мы говорим о производной, что скорость есть производная от координаты по времени, ну, или скорость есть производная от радиуса вектора по времени, как вот здесь вот записано, то точно так же, как скорость, можно ввести понятие ускорения. И ускорение вводится полностью аналогично. Ускорение определяется как dv по dt. dv по dt. Но, правда, в данном случае будет несколько более хитрая ситуация, поскольку ускорение может иметь две составляющие. Первую составляющую, направленную по скорости, а вторую составляющую, направленную по перпендикулярной скорости. Составляющая по скорости. Значит, сама скорость v равна произведению двух величин. Модуль скорости умножить на вектор, направленный по скорости. На вектор, направленный по скорости. Сейчас вот это произведение можно будет подставить в выражение для производной. И записать, что здесь d по dt от v на e с синтаксом v. Математические преобразования, которые я сейчас делаю, они, в общем-то, выходят за рамки знаний начальной школы. Ну, собственно, за рамки знаний школы, не получившей информацию об правилах дифференцирования и интегрирования. В частности, здесь производная от произведения двух функций. Ну и можно записать, что здесь dv по dt умножить на e tau. Производная от первого со множителя на второй. Плюс первый со множителя на производной от второго. На d e tau по dt. Первое слагаемое представляет собой да tau. это единичный вектор e tau, направленный по касательной к скорости. То есть направлен так же, как и скорость. И направленный по касательной к траектории. То есть e tau будет равно e v. tau является сокращением слова tangential, тангенциальный или касательный. Соответственно, вторая составляющая, значит, вот здесь первая составляющая направленный по касательной, и она называется тангенциальным ускорением. Тангенциальным ускорением. На e tau. А вторая составляющая представляет собой нормальное ускорение. несложно показать, что его можно выразить в виде плюс v квадрат делить на r на r умножить на e нормальное, где r это радиус кривизной траектории. Я сейчас это не буду делать, это легко посмотреть в тех же самых учебниках Мякишева или Козела, или аналогичного уровня учебников для физико-математической школы. Из этого всего, из этого рассмотрения, мне сейчас потребуется только вот эта часть. Вот эта часть. Ну, соответственно, я здесь не перетешу. что тангенциальное ускорение от tau есть производная от модуля скорости. А tau это dv по dt. Ну и если сравнить вот это выражение вот с этим, они, как видите, полностью аналогичны. И точно так же можно переходить к интегралу, записывая, что v2 минус v1 или же δv равно интеграл от a tau от времени на dt от 0 до t. То есть вот эта вот аналогичная вот первая запись. Ну вот это небольшая информация, которая, ну я верю, что вам хорошо знакома. Единственное, что я чуть-чуть ее повторил для того, чтобы дать некую общую связанную картину, связанную с перемещением и путем в механических системах. На языке чуть-чуточку более продвинутым, чем обычно дается в школьном курсе. Тем не менее, дети, когда воспринимают такую вот информацию, сначала испытывают некоторые трудности, пока они не привыкли к данной системе обозначений. Но впоследствии, когда уже проходит некоторое время и они раз за разом встречаются с данными обозначениями, а их очень удобно можно вводить и желательно вводить на целом ряде занятий, впоследствии они привыкают к этим обозначениям, привыкают к данной записи и привыкают к графическому представлению интеграла и производной. Ну как тангенса угла наклона производной и интеграла как площади под графиком. Впоследствии, когда их научат уже на математике интегрировать и брать интегралы от простейших функций, точно так же, как и дифференциалы производные от простейших функций, эта система подключает уже существенное подкрепление. Для начала простейшие функции получаются путем нахождения площади под графиков в линейных зависимостях. Ну, в частности, если задать, что скорость есть величина постоянная, то данное интегрирование кажется очень простым. V от T и V равно какому-то V с ноликом. Можно даже вот так задать. 1, 2, 2. Соответственно, путь будет интеграл от V до T. Поскольку V есть величина постоянная, ее можно вынести за знак интеграла или за знак суммы. Это все равно, что просуммировать. Ну, вот я опять же напишу, что это эквивалентно или тождественно равно тому, что у нас имеется сумма V на дельта T и T. V постоянный можно вынести за знак суммы. Равно. Это V на интеграл от DT. Или же, интеграл берется от 1 до 2. И будет V дельта T. То есть, у нас имеется площадь под график. В случае, если у нас зависимость не является линейной, не является постоянной, ну, например, вот так вот. То есть, V меняется от какого-то V1 до какого-то V2 до VdT2. То площадь будет представляться интегралу под опять V от T до T от T1 до T2. Ну, и площадь трапеции это полусумма оснований. То есть, полусумма высот на основании, ну, или основания можно считать этим, не так важно, будет дельта T умножить на V1 плюс V2 пополам. V1 плюс V2 пополам. Ну, графически это можно представить вот таким вот образом, перерисовав и для нахождения площади, взяв, перенеся вот этот вот треугольничек вот на это место. поскольку треугольнички равны, а это с резинка, V1 плюс V2 пополам, то площадь будет опять же равна площади вот этой трапеции. Ну, учитывая связь между скоростью и ускорением, в данном случае очевидно, что здесь имеет место ускорение. V равно V0 плюс AT, ну, в данном случае V1, да, V1 плюс AT2 минус T1 V1, то мы можем получить немного более сложную формулу, которая будет выглядеть так. S равно Дельта T умножить на V1 плюс V1 плюс A Дельта T это все пополам. Или же V1 Дельта T плюс A Дельта T в квадрате пополам. В большинстве школьных курсов вот эта формула даже не выводится. И, в общем-то, это не дает школьникам возможности понимать сам механизм появления этой формулы, что S равно V0 значит, можно даже переписать уже сверху, что S равно какое-то S0 плюс V0 Дельта T плюс A Дельта T в квадрате пополам. Для большинства школьников, которые очень часто приходят, поступают в университет, для большинства школьников эта формула является определением или чем-то типа постулата, который никак не выводится. они привыкают к этой формуле, но не понимают, откуда она вообще взялась. Ну вот это базовые информации, базовые вещи, которые должны быть преподаны собственно на уровне самого начала обучения физике или механике. Аналогичные вещи могут встречаться не только в механических процессах, в частности аналогом скорости может являться мощность или мгновенная мощность или самые разные величины, связанные например с напряжением или еще чем-то подобным, в зависимости от того, как они связаны с другими параметрами. То есть точно так же интегралы и точно так же дифференциалы. То есть эту теорию, которую я здесь писал для механических величин, для скорости и ускорения, можно спокойно распространить на все курсы и все разделы курса физики. курса по курса и все курсе